Как флотская команда покажет себя на уровне сильнейших команд полуострова? Дебютный матч черноморца в премьер-лиге Крымского футбольного союза вызвал немалый ажиотаж. Интерес подогревал и стадион, который был выбран для проведения домашних игр. Спорткомплекс имени 200-летия Севастополя открыл свои двери после реконструкции еще летом 2021-го. Казалось, что борьбу за право выступать на этом изумрудном газоне выиграли регбисты. Спустя почти два года здесь наконец состоялся первый футбольный матч. Свидетелями исторического события стали 1800 зрителей. Трибуна была практически заполнена. Свои впечатления от этой игры вы передадите своим друзьям, родным, близким, соседям, заслуживцам. И на следующие матчи нашей команды Черноморец на трибунах будет полная высота. Самое главное, что и дальше футбольный клуб Черноморец будет здесь проводить свои домашние матчи. И, конечно, очень важно, что для Севастополя теперь две команды будут находиться в чемпионате Крымского футбольного союза. Это дополнительная интрига. Многие игроки флотской команды в прошлом году уже пробовали свои силы в элитном дивизионе Крыма. Тогда под брендом «ФК Ялта», испытывавшего финансовые и организационные проблемы, заявили коллектив, по сути, представляющий Черноморец. Теперь же все официально. Название, форма, а главное, по-настоящему домашние матчи. Увы, стартовать с победы в новом чемпионате не удалось. Несмотря на качественный первый тайм, после перерыва гости «Спартак-КТ» дважды воспользовались ошибками обороны Черноморца. 0-2. С таким результатом завершилась первая игра флотской команды в Крымской премьер-лиге. Что касаемо непосредственной игры и дебюта нашей команды в чемпионате, смазали, конечно, ничего не скажешь. Родные трибуны. Хотелось большего результата. Но, как говорится, наши победы, наверное, еще впереди. В целом, в принципе, по самоотдаче я доволен ребятами. Предъявить претензии в этом компоненте игры я не могу никому. Есть определенные проблемы в взаимодействиях, взаимосвязях, которые мы будем налаживать. Эта встреча подарила пищу для размышлений тренерскому штабу. Чтобы задержаться в элите, необходимо показывать качественный футбол на протяжении всех 90 минут. В следующем туре Черноморец померяется силами с командой из Алушты. Но главное в премьер-лиге теперь два севастопольских клуба. А значит, нас ждет и их очное противостояние. Севастопольское дерби будет завершать первый круг. Его проведение намечено на майские праздники. Михаил Журавский, Севинформбюро.